Ира, нашатырь есть, нужно привести его в чувство. Может сначала связать его? Хорошо, я поняла. Хорошо. Настя, оказывается, в веревке... Настя, он исчез! Как? Вот ведь демон. И что теперь делать? Не знаю. Что с тобой? Ну-ка, дай-ка посмотрю, что у тебя там? Не может этого быть! Чего не может? Что там, Настя? Иришка, он передал тебе свою метку, свой знак. Прошло уже почти два месяца после того, как этот знак появился на моей коже. Ничего не происходит, и это сводит меня с ума. Временами я думаю, что это сон. Все, что со мной было. Но эта метка не даст до конца забыть этот страшный сон. Лучше бы вообще ничего не было. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Неплохо бы развеяться, отвлечься, у меня есть идея. Алло, Настя, привет. Да, Иришка, привет. Ну как ты сегодня? Ничего странного не происходило с тобой? Нет, но у меня к тебе есть одно очень интересное предложение. Я слушаю. Да я тут весь день залипаю в ТикТок и наткнулась на вирусные лайфхаки, которые собирают миллионы просмотров. Они такие интересные, что я подумала, было бы неплохо, если бы мы с тобой, например, проверили, правда ли они работают или это всё враньё. Необычно. Мне что-то нужно принести с собой. Да, ты не могла бы захватить один апельсин и шарик, ну для лайфхака из ТикТок. Ну хорошо, скоро буду. Давай, пока. Ну всё, жду. Ой, Настя пришла. Привет. Привет, принесла? Да, я всё купила. Ну проходи на кухню. Садись. Ну рассказывай, что ты там придумала? Настя, ты знаешь, что после того, что с нами случилось, я долго не могла прийти в себя, и уже два месяца прошло, как этот знак на мне, и ничего не происходит, нет никаких видений, никаких демонов. Я подумала, что, может быть, это всё мне показалось, и решила, что нам с тобой нужно немножко развеяться, развлечься, что ли, я не знаю, отвлечься. И? О, я зарегистрировалась в приложении ТикТок и начала снимать видео. Вот, посмотри. Правда весело? Ого, круто. Ты тоже можешь зарегистрироваться в приложении ТикТок, мой логин есинская58, добавляй меня в друзья, и будем снимать с тобой дуэты. Супер. Ну а сейчас-то мы что будем делать? Сейчас мы будем снимать проверку вирусных лайфхаков из ТикТок. Это очень, очень популярная тема. Так, и что нам для этого нужно? Смотри, я видела такой ролик в ТикТоке, что надули шарик и набрызгали на него апельсинкой, и шарик лопнул. Как ты думаешь, сработает этот лайфхак или нет? Ну, я не знаю, наверное, нет. Не верю этому лайфхаку, потому что, ну как может шарик лопнуть от воды, ну или даже от сока? Нет, это неправда. Ну что, вот сейчас вместе и проверим, потому что я верю, а тот, кто проиграет, будет кукарекать в окно. Ты согласна? Ну ладно, я думаю, будет весело. Давай проверять. Держи, нарежь апельсин. Настя, давай апельсин. Ну что, готово? Давай на счет. Раз, два, три. Он и вправду работает, видела? Этот лайфхак работает, это невероятно. Он и вправду лопнул. Хорошо, я поняла, что я проиграла. Пойдем. Ку-ку-рику, ку-ку-рику, ку-ку-рику. О, это было круто. Давай еще что-нибудь проверим. Да, я выписала очень много лайфхаков, которые мне понравились. Ну, давай проверим следующий. Ты же любишь тосты? Да, но без тостера тоста не приготовить. А вот и нет. Есть очень один крутой вирусный лайфхак, при котором можно приготовить тосты без тостера в домашних условиях. И я тебе сейчас покажу, как это делается. Пойдем. Ты шутишь, наверное? Мы берем два кусочка хлеба, тосты. Намазываем на них масло. Вот так. Вот так. Накрываем сверху. Потом берем фольгу. И заворачиваем тосты в фольгу. А теперь сверху мы поставим раскаленный утюг. Нет, ты серьезно? Что, прям утюгом? Я уверена, что тостеры не в каждом доме есть, а вот утюг должен быть обязательно. Ставим сверху, чуть-чуть прижимаем и оставляем минут на 5-7. Ну что, долго там еще? Может, уже готово? Не знаю. Давай уже проверим. А, горячий. О, посмотри, какая красота. Та-дам! Тосты для самой лучшей подруги готовы. Попробуй. Ну как, вкусно? Очень вкусно. Белиссимо. Реально настоящие тосты. М-м-м. Ну и хорошо, потому что у меня есть еще парочка лайфхаков для тебя. Смотри, это баночка фанты. И если туда кое-что налить, то получится слайм. Ну, по крайней мере, я так видела на лайфхак, который показывали в тикток. Давай попробуем, проверим. М-м-м. Отглотнем. Вкусная фанта. Жалко делать из нее слайм, но все же нам нужно проверить лайфхак. Мы берем немножечко клея и начинаем туда его вливать. Вот так вот. Посмотрим, что у нас получится. Кажется, немного клея поднимается на поверхность. А, нет. Опустилась. Закрываем и перемешиваем. О, она стала практически белого цвета. Кстати, там не сказано, сколько мешать, но я думаю, помешаем минуту-две. И проверим. Мне кажется, она сейчас взорвется. О, это не слайм. Блин, зря только испортили колу. Я думала, у нас получится классный слайм. Не расстраивайся. У меня есть еще в запасе один лайфхак. Этот, к сожалению, не работает. Да, жалко, что слайм из фанты не получился. И этот лайфхак не работает. Но есть еще другой. И я думаю, что он тебе понравится. Я считаю, что этот лайфхак обязательно получится. И он будет верным, правильным. Ну, или как там говорится. Для этого лайфхака нам понадобится майка, пергаментная бумага и стретч-пленка. Ну, и сердечко. Так, и что же нужно делать? А я могу чем-нибудь помочь? Да, держи, вырезай пока сердечко. У меня все готово. Хорошо, давай мне. Так, теперь мы берем стретч-пленку. И ножницы тоже мне отдай. И с двух сторон мы должны это сердечко обмотать стретч-пленкой. Только аккуратно, чтобы ничего не слиплось. И второй слой. Вот, видишь, она с двух сторон стретч-пленки. И теперь вырезаем эту стретч-пленку по контуру сердца. Ну, или любого другого принта, который бы ты хотел нанести на свою футболку. Что, неужели получится принт-сердечко? Берем пергаментную бумагу и накрываем сверху. Отрезаем кусочек. Теперь осталось только погладить это все утюгом. Ну, я думаю, что уже можно проверить. Давай проверим. Настя, что это? Мы же делали сердце. Опять этот знак. Откуда здесь опять этот знак? Жор. Жор. Субтитры подогнал «Симон»